итак друзья всем привет всем привет сегодня у нас вот такой вот танчик про jetta 46 на мой взгляд танка планируете его покупать вернее думаете покупать или не покупать я вам рекомендую не покупать этот танк не покупать просто потому что танк реально не интересный так реально не интересный интересность танка заключается знаете в чем если этот танк может и отбить что-то и набить что-то вот тогда это интересно а когда танк бумажный когда он ватный когда этот танк легко может пробить даже танк 5 уровня ребят это совершенно не интересно и это вообще ни о чем из как можно выпускать танк продавать танк или выпускать к продаже танк который ну сколько он получается две с половиной тысячи рублей стоит в россии стоит 2 2 с половиной тысячи рублей ребят да вы охренели извините за что но ездит он вот так вот много да ну ездит он быстро там 57 километров в час у него там есть ну хорошо но система новая система заряжание у него есть ну отлично ребят но почему не барабанщик ну все классно да но сделайте что-то такое что действительно что действительно должно быть именно интересным понимаете сделайте возможность не только до заряжания но и чтобы хотя бы башкой можно было бы танковать в данном случае ребят любой выстрел от любой от любого танка любого уровня будет приносить вам урон вы не можете находиться где-то вот не то что танковать не то что танковать вы не можете ничего вы не можете даже высунуть жопу блин или высунуть там нос чтобы посмотреть а что же в миру творится вы не можете этого сделать просто потому что не можете потому что если вы это сделаете вы тут же Получите по башке Потому что башка у вас бумажная Бумажная башка Она совершенно не интересна Ехай Шеридан Давай свети Чукча Че ты не светишь Я сейчас Легко получу по башке Легко просто Вот прилегчайше То есть элементарно могу попасть Получить по башке Просто потому что вот так Потому что здесь 80 мм брони Это вообще ни о чем Снаряд вы видите как летит Да как жопа Не знаю над чем То есть по моему мнению Это там может быть Востребованным только в одном случае Только в одном случае Этот случай Заключается в том Если мы Добьемся чтобы За наши деньги Этот танк немного апнули в броне Если Видите все Не важно куда Давайте посмотрим куда его пробили Вот чисто поржать В маску орудия Ребят Ну блять У меня нет слов У меня нет Ничего То есть говно сделали И говно продают Продают говно За реально Крупные деньги Вот я бы Вместо этого говна Мог бы купить Какой нибудь там Ну хрен его знает Лев блин Да не было бы такой скорости Но он бы меня Просто не пробил Этот 1390 Или бачат Кто там Ну ребят Совесть имейте Люди которые Не купили Но заинтересованы В этом деле Давайте Не покупать Не покупайте Ни в коем случае Это танк Просто это Ну какая то хрень На пятой минуте На третьей минуте Вас будут Постоянно выкидывать В ангар Вы не будете Себя чувствовать Адекватным игроком Только потому Как вы должны быть Всегда в тени Вас никогда Не должно быть видно Если вы вылезли Куда то без кустов Все Хавайтесь Вас Вам Ну считайте Сколько там 250 Там 300 Урона Сразу вам нанесут Моментально То есть это Абсолютно не интересно Не интересный Не интересный Геймплей То есть Вечно надо Тусоваться Прятаться Где то Прятать Любой вот Кусочек Своего тела Ты будешь Светить Нет Посвети Немножко Не будет Ну не будет Как хочешь Вот Танк Не предназначен Для танкования То есть Если вы будете Танковать Вам хана Танк Не предназначен Для перестрелок Именно По снарядам Там Кого то Замочить Победить Нет Потому что У вас Просто У вас Закончится Ваш Снаряд Ну Барабан Закончится Допустим Да Вы выстрелили Сначала Даже методом Вальса Там Выстрелили Один Второй И Один Два Три Допустим Все равно Вас Перебьют Потому что Ну Грубо Говоря Пока Вы делаете Раз 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 Два Три Выстрелы Пока Вы делаете Эту систему Вас Все равно Бьют Тоже Вы сделали Пять выстрелов Вам сделали Три выстрела Три выстрела По 300 Это уже 900 Почти Половина Вашего ХП Или Ваши ХП Там Смотря Как Что Все А после Этого Вообще Начинается Полная Жопа Вы Начинаетесь Уходите На перезарядку И на этом Все Куда Ты улетел Дебил Куда Ты Улетел Дебил Сука Вот 10 секунд Теперь Надо 10 секунд Ждать 10 10 секунд Ждать Приходится Ждать Конечно Не 10 Теперь Надо Ждать Больше А почему Ну Потому что Хоть Что Сделать Я Его Не Пробью В Лобешник Поэтому Надо Сваливать Давайте Сваливать То Есть Геймплей Вот Такой Постоянно Находиться Где То В Жопе В Какой То Вот Там Нормальный Шеридан Там Он Пошел Светить Все Хорошо А Наш Шеридан Стоит Там Как Дерьмо Срет Там Наверное В Кустах Идиот Упорылый Ну Вот И В итоге Что Мы Проигрываем Кроме Того Если Можно Было Хоть Что То Настрелять То С Этими Дебилами Разве Можно Что То Настрелять Ничего Нельзя Настрелять Вот Он Пошел Арту Полить А Там Еще 5 Хэви Там Ну Классная Игра Вообще На Этом Танке Просто Шикарно Шикарно Ребят Покупайте Танки Если Хотите Конечно Тупо Просрать Бабло Если Хотите Тупо Просрать Бабло Если Хотите Там Я Не Знаю Покайфовать От Того Что Вы Долбоеб Какой То Пожалуйста Давайте Делайте Это Абсолютно Люди Которые Покупают Этот Танк Это Полный Долбоеб Ну Однозначно Во всяком Случа Я Себя Уже Таким Начинаю Считать Потому Что Совершенно Несерьезно Абсолютно Неинтересно Играть На этом Танке Потому Что Всегда Приходится Просто Тупо Съебываться А что Это За Кайф На Хрена Покупать Этот Танк Если Постоянно На Нем Убегать Съебываться Какого Нахрен Смысла Его Покупать Если Это Говно Говно Высшей Квалификации Ребят Давайте Зайдем Сейчас На Другой Пожалуйста Я Его Только Вчера Купил Это Говно И 40 Боев У меня На Нем 5 Боев Уже На Данный Момент Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Кто Скажет Учись Играть Ну а ты Попробуй Со мной Поиграй Один На Один Посмотрим Что Ты Будешь Говорить Дальше Вот Эта Статистика Ребят Все Зависит Именно От Нашей Команды Которой Вы С Которой Вы Играете Если Ваша Команда Говно То Извините Вы Ничего Не Набьете Никогда Ничего Не Набьете Но Смысл Не В этом Давайте Зайдем В Наш Вот 44 Снаряда 44 Боя И Вот Лучше Чем 31 Процент Вот Но Это Ни О чем Вы Знаете Это На Мой Взгляд Вот Когда Я Только Начал Играть На Этом Танке Ну Полное Говно Ну Конечно Я Покупал Просто Еще Без Без Всяких Там Досылателей Без Всяких Ну У меня Был 50 Процентный Допустим Команды Состав То есть Команда Была Экипаж Был 50 Процентный Сейчас Он Почти Уже 100 Процентов И Это Уже Меняет Конечно Дело Здесь Я Установил Досылатель Просветленку И Вентилятор Чтобы Хоть Как То Там Улучшить Скорострельность Этого Танка Ну Скорострельность Хрен с ним Ребят Вы посмотрите Что здесь Происходит Вот Именно По Где У нас Тут Да Вот так Предпосмотр Машин Давайте Посмотрим На броню Ребят Ну Броня Блять Ну И у Меня Просто У меня Нет сил Слов 89 Миллиметров Тут Можно Конечно Здесь Посмотреть Давайте Посмотрим Где Тут Она У нас Живучесть Бронирование Корпуса 60 Миллиметров Бронирование Башни 80 Миллиметров Ребят 2500 Рублей Вот За Эту Хрень Просто Ради Интереса Давайте Откроем Вот Просто Ради Интереса Давайте Откроем ICDC Пролетел Пролетел Пролеснул Давайте Посмотрим Бронирование Бронирование Этой Машины Можно Посмотреть Здесь Конечно Ну Здесь 30 30 Да Но По каким То Причинам Здесь То ли Углы Такие Но Она Выходит Чаще Победителем Именно Вот Этот Танк Если Его Посмотреть Ну Правда Сейчас Достижение Смотреть Бесполезно Наверное Именно По По Этому Танку Давайте Все Таки Залезем ICDC Вот 46% Где-то Ну Сами В общем Остановите Посмотрите Давным Давно Я его Играл Ну Им Играл Очень Давно Очень Давно Это Было Ну Блин Лет 8 Назад Наверное Точно То есть Вот Такое Количество Боев У меня Было Именно На Нем Очень Давно Играл Но Мы Сейчас Говорим Именно Про Вот Эту Хрень А Это Реальная Хрень Это Реальная Хрень Она Не Она Тупо Не Стоит Денег Две С Полиной Тысяч За Что Если Он Стоит 1700 То Этот Стоит На 800 Рублей Дороже Это Можно Купить Не Знаю Type 64 Какой То Там Или Вот Сейчас Т34 Там С Обвесами Ну Ребят Ну Это Полное Говно Серьезно Как Можно Вот Именно Такое Говно Продавать Еще По Такой Цене Если Мы Опять же Обратимся К С 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 Маску Толщину Бронирования Этой Маски Да Ну Давайте Мы Ее Посмотрим Вот Как Ты Пробьешь Эту Маску Где Она Там Вот Блин Где Вот Маска Да Тоже Какое Говно Конечно Непонятно Но Во всяком Случа Углы Такие Что Ты Попадаешь Вот Допустим Ты Стреляешь По Башке А Там Видно Допустим За Пригоркой Видна Только Башка Такая Вот То есть Вот Так Вот Видно Все Больше Ничего Не Видно А На Нашем Танке Мы Видим Не Знаю Почему Там Весь Танк Мы Видим То есть Хрен его Знает Почему Я Не знаю Мне Часто Бободают Вот В Эту Вот В Эту Полосочку Между Между ВЛД И НЛД Но Это Вообще Не Не Серьезно И Не Солидно Но Сделан Конечно Красиво Какая-то Хрень Там Написано Но Ребят Для Нас Главное Как Он Играется Правильно Давайте Зайдем Еще Посмотрим Но На мой Взгляд Танк Полный Отстой Полное Говно Танк Чисто До Начала Уходить Куда-то На Какие-то Места Где Он Будет Отсиживаться Всю Игру За Толщей Кустов Чтобы Его Никто Не Видел Не Просвечивал И Все По-другому На этом Танке Играть Нельзя Можно Играть Издалека Только Если Ну За Кругом Нужно Играть Обязательно И Все Можешь Там Крутить Вертеть Попадать Не Попадать Это Не Батчат Здесь Другая Хрень Здесь Ты Все Таки Надеешься Что Этот Танк Не Легкий Не Ну Надеешься Что Он Хоть Что-то Имеет Хоть Какую-то Броню Нет Ни Хрена Он Не Имеет И В общем Башка У него Бумажная Я Называю Бумажный Танк Бумажный Кораблик Бывает Да Это Бумажный Танк Вот 2000 Потратил Своих Кровных Денег На Тупо Бумажный Танк На Фантике Вот Он Едет Наверное Благодаря Своей Броне Вот Он Как-то Все Таки Может Позволить Себе Занять Какую-то Позицию Да Для того Чтобы Нанести Там Несколько Ударов Противнику Врагу Ну и Все И Все На Этом Больше Все Вот Он Может Стоять Здесь И Отстреливаться Только Здесь И Больше Никак Так Что-то У Меня С Пингом Это Бред Мне Всегда Было Интересно Как Арта Может Сразу Мочить Арту Я Не Знаю Итак Здесь Мы Находимся Слава Богу Хоть Хотя Б В Топе За 40 Боев Я Пока Не Видел Особых Ожесточенных Боев С десятками Вот Пока Я Не Видел Этого То Есть Бог Миловал Но Ну Как Вообще Существует Статистика Такая Что Именно После 50 Боев Начинается Полная Жопа То Есть Этот Танк Максимально Уже Сильно Бросает К Десяткам И Все И Там Он Уже Неиграбельный Что Ты Можешь Сделать С Десятками Ты Можешь Где То Вот Примерно Допустим Наш ВК Это Десятка От Противника Ты Можешь Просто Подъехать К нему И Ну Какого Хрена Это Было Вообще Какого Просто Ну Какого Хрена И Только В Борта Или В Корму Его Стрелять Все Больше Здесь К сожалению Ничего Не Сделать Нельзя Мы Едем Не Едем Я Не Пойму Не Дай Бог Они Меня Сейчас Увидят Все Они Мне Сразу Напихают Моментально Моментально То есть Этот танк Не Том Как Вам Сказать Возможно Он Интересен Именно Своей Системой Дозаряжания Но Как Именно Как Танк На котором Можно Реально Воевать Это Не Тот Танк Совершенно Ребят Я Не Вижу Что Вы Там Светите Светите Нормально Че Ты Здесь Стоишь Чукча Иди Вперед Свети Блин Ну Вот Теперь Вижу Ну Ничего Себе Один Раз Попал И То Когда Этот Танк Уже Ушел Хрен Знает Куда Так Остальные Танки Ушли Туда Ага Тут еще Кто-то Арта По-моему По-моему Арта Лупит Ну То 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 Приходится Идти К Тигру Да И Брать Этого Тигра А там Еще По-моему 45 О Сусто Классно Классно Вообще Супер Совершенно Не Серьезно Не Солидно И Ну Хоть Что-нибудь Сделал бы Но Я Могу Конечно Пожертвовать Своим ХП Это Как вариант Пожертвовать Своим ХП Если И то Мне Удастся Хоть Что-то Сделать То есть Вы знаете Кто Такой Уш Вот Этот Танк Должен Быть Как Уш Этот Танк Должен Быть Слизкий Как Рыба Скользкий Как Угарь Какой То Именно Он Должен Не Ну Че Я Туда Поеду Я Туда Не Поеду Это Не Свет Да Конечно Сильно Умный Такой Вообще А 101 Ушел Да Отвали Итак Отрабатываем Вальс Раз Смотрим Раз И Все Гусица О Как Хреново Ребят Неправильно Я Сделал Я Не Отработал Он Не Дал Даже Возможности Мне Вот Этот Вот ЛГТ Он Не Дал Мне Возможности Добрать Еще Барабан Просто Ну куда Ты Идешь Ну вот Этот ВК Конечно Полный Идиот Просто Жесть Ну конечно Не пробили Дурачок Надо с другой Стороны Ехать Ну только Сейчас Можно Вот так Добивать Пробовать Пытаться А ну да Конечно Извини Не пробили Не пробили Конечно 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 А как же Блять Вот В общем Примерно Вот такой Вот геймплей Ну И то Я сейчас Лез Наражен А по идее Конечно Наражен Лезть нельзя И на этом Танке Нельзя Лезть Наражен Выполны Как говорят Некоторые Вододелы Они говорят Что Это Не прощает Своих ошибок Основной Тезис Этого Танка Если Ты Меня Купил То Ты Уже Лох Ряд Это Не Солидно Просто Какая Бредятина Если Ты Меня Купил То Ты Уже Лох Ту Ошибку Которую Ты Сделал Ты Меня Купил И Теперь Все Это Как Раб Который Не Знаю Взбесился Бредятина А Что Вы Можете Сделать Этим Танком После Против Десяток И Мы Сейчас Играем Еще Не В самом Низу Не В самом Низу Карты В смысле Списка Давайте Давайте Посмотрим Что Дальше Посоветуйте Продать Танк Смешно То есть Единственный Выход Из Сложившейся Ситуации Это Сделать Так Чтобы Разработчики Апнули Броню Этого Танка И Тогда Он Станет Интересным Пока Мы Играем Вот С Такой Броней Танк Не Интересный Да Он Обладает Скоростью 55 Км Час Но Иногда Можно Видеть Там И Больше Допустим 57 Вот Как Вот В данный Момент 62 Было Да То есть Когда Вы падаете Можно Увидеть Хорошую Скорость Вот Но При Этом Так Давайте Немножечко Сосредоточимся Если Получится Мочить По Башке Облегчен Ки Но Это Но Это Если Мы Говорим Именно Про Башку Основа Да Это ПТ Тип То есть Вот Примерно Вот Таким Образом Можно Играть Именно На Этом Танке Все По Другому Никак Все Должны Подсвечивать Если Кто Подсветил Тогда Если Есть Тир Присутствует Непосредственно Тир Тир Этой Игре Пожалуйста Тогда Можно Нормально Там Пробовать Что То Делать Если Позволяет Ситуация Ну Давай Быстрее Ну Что Ты Такой Вредный Давайте Подождем Пока Еще Раз Вылезет Этот Хрен И Попробуем Весь Барабан Если Он Вылезет Потому Что Эта Хрень Пришла Вот Эта 111 Непонятно Что Он Здесь Сделает Подонок Блин Вот И Чем Хорош Этот Танк Только Тем Если Вы Будете Стоять Где То Где То Сзади Где То Всегда Сзади И Непонятно Почему Если Вы Вздумаете Просто Вздумаете Пройти Вот Сейчас Сюда Наверх Ребят Вас Тут Просто Перестреляют Те Которые Стоят Вот Там Да Нам Позволяет Немножечко Это Конечно Лучше Скорость Нежели Там У Того Же Риолю Резе Но При Этом Друзья Смотрите Сейчас Я даже Глаза Закрою Потому Что Ну Это Повезло Что Реально Пока Никто Не Видел Повезло Что Нас Не Подсветили Подсветили Стоят Немножечко Стоят Немножечко Немножечко Не Не Ну Я Все Понимаю Я То Понимаю А Меня Кто Поймет Здесь Двенадцатый Где-то Был Очень Нелогично Конечно Что Сейчас Я сюда Еду Но По Другому Не Не знаю Как Надо Проверить Эту Подонок Да 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 Вас В жопу Там Еще Тот Двенадцатый Наяривает Нормально Нормально Вместо того Чтобы Да Остановись Ты Придурочный Не побили И все И все И все И все Ребят что-то было сделать только в этом случае можно как-то продолжать бой, а если противника стоит там где-то подсвечивает причем я не вижу, у меня еще даже вспышки нет, вернее ну как тут всегда мечтал посмотреть как играют другие игроки, кстати я уже рассказывал мнение такое во всяком случае в моей голове существует мнение о том, что Wargaming тоже установили программу следящую за нашими потребностями то есть когда мы рисуемся, допустим тем же самым Progetto 46 он вам дает информацию то есть он вам просто по игре дает выкидывает вас именно туда в те игры, в те команды где этих Progetto много если у вас нет Progetto вот в моем случае я не понимаю когда я раньше вчера я еще не купил этот танк только с утра вчера утром купил этот танк и до того как я его купил я уже играл соответственно вчера там допустим с 6 утра я играл и купил я его где-то в 9 утра так вот перед тем как я его купил я играл в командах где было по 2 по 3 Progetto сейчас я не вижу такое ощущение знаете что это было какая-то рекламная рекламный ход меня постоянно кидали именно к тем командам где было много Progetto и показывал рандом как круто играть на Progetto и какие крутые танки и все такое как только я приобрел этот Progetto я ни разу не играл чтобы в моей команде был еще один Progetto а игроков таких в смысле игр таких у меня 45 на этом танке в общем давайте дальше попробуем ориентироваться именно на самой игре попробуем сконцентрироваться и попробуем не отвлекаться на негатив именно по этому танку попробуем выжать из этого танка максимум что можно и давайте тогда вы уже сами попробуйте понять интересен будет этот танк или неинтересен именно вам а я объясню почему я сделал несколько выстрелов сейчас сейчас было сделано несколько выстрелов именно по противнику по противнику именно потому что никого не было рядом со мной и мне не на кого в принципе озираться хотя если бы я не пробил если бы я по 71 и стрельнул 2-3 раза то сейчас бы я с удовольствием несколько раз засадил бы и со второго КВ-2 в принципе конечно с восьмерками играть там с семерками с шестерками играть наверное одно удовольствие но не всегда приносит это удовольствие не всегда это настолько действительно кайфово ну что смотрим дальше где там враги ну где идите я жду я же жду чего вы там сидите без дела сейчас нас сверху заберут пока ах ты елки не успел засмотрелся на то как красиво он там стоит так ну что 5-2 можно в принципе эти два идиота там будут стоять насколько я понимаю до посинения а раз они там будут стоять значит какой смысл стоять нам он стерва появилась но это шестой уровень неинтересно абсолютно и вот он о он меня уже видит засветил я просто еще этого не слышу потому что у меня не прокачана лампа но у них две арты уже работают и да это для них очень интересно меня замочить а мне если честно идти не очень охота первым быть и так ладно пробуем ну и что где куда вы там уехали вот чукчи ребят но это не тот бой в который который можно гордиться знаете вот сколько я там заработал 800 хп противника и что это абсолютно ничего ничтожество ребят а уже счет 10-4 не туда поехал да туда я поехал просто геймплей именно вот такого плана на этом танке но он вот такой вот он нелегкий далеко не легкий он тяжелый танк тяжелый танк непростой и непростой он не за счет того что он такой сложный он он бумажный вы постоянно должны сидеть на жопе чтобы вас никто не пробивал понимаете где-то в задрыщинске должны сидеть в кустах чтобы вас никто в жизни не видел что вы вообще существуете это такая типа шпионская тема должна быть если вы шпион тогда да хорошо вы можете спокойно это все сделать если нет я думаю он добьет уже сам если захочет хотя это последний то есть ну ребят ну на мой взгляд это танк достоин ну вот если в ценовой категории ну 1700 рублей максимум если вы башку ему сделаете разработчики что вам стоит взять и увеличить башку там до 160 миллионов вас больше не требуется ничего просто отработайте эти деньги которые вы взяли и все а так я считаю что это какой-то полный обман абсолютно неинтересный рандом нельзя не танкануть нельзя ничего нельзя нельзя даже показаться мол я тут стою вот вне кустиков попробуй попади в меня нет не попал допустим даже тот же скорпион м56 ну и как на скорпионе м56 играть попробуй попади в него или его попади новый лт я имею ввиду замучаешься ну что наверное второй раз за 47 или за 50 боев наверное второй раз я вижу что я нахожусь в топе именно вот в реальном топе под номером 1 это говорит о том что урона мы нанесем немного опять просто потому что слишком мало игроков мало хп у игроков ну и во вторых они быстрые юркие а как вы видели не то что особо сведение у нас как то проблемы существуют все таки с попаданием с пробиванием даже на наших уровнях попробуй попади этого а плюс еще такая фишка вот нам надо поехать вперед нам же нужно на гору кто гору возьмет тот и победил а в данном случае что можно сделать одному ничего итак на этом танке если честно нельзя так ехать нам нужно обязательно ехать с какой-то поддержкой вот в прошлый раз ехал впереди допустим вот этот танк я ехал на револьвере и поддержка была я его поддерживал нормально а сейчас я еду один меня сейчас заберут просто и все ну хотя с такой скоростью как у меня как у меня не каждый может сюда забраться так быстро но 64 конечно может уже быть здесь а если 64 здесь то все или прожета тот же самый все стоят ну ты будешь ехать нет блин он не будет не хочет а там арта еще обнарожен пробитие 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 готов белый шлаг но он где-то там был согласитесь а уже до 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 Продолжение следует... Надо немножечко отсюда свалить, чуточку Все, нашего света нет, враги пошли с другой стороны Классно Очень многое зависит от команды Если команда говно, то нифига вы не сделаете Абсолютно Как правило, статисты становятся статистами Только тогда, когда именно играют вот с такой командой Когда команда непонятно... Ну, нормальная команда Вот, если команда нормальная, в принципе Он просто сзади сидит и всю эту шнягу делает Добивает просто сзади и все Продолжение следует... Готовы вас! Ураг обнаружен Обнаружен, брат и миг Готовы вас! Готовы вас! Готовы вас! Готовы вас! Готовы вас! Выз кажетесь Готовы вас! physiological Козы Эб Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь кто-то сидит у него... Какая-то хрень еще здесь у нас... Продолжение следует... То есть просто, если я сейчас пойду вперед, то они меня заберут элементарно... Продолжение следует... Ну, одно хорошо, что здесь нет света у них... И нет здесь ПТшек, во всяком случае, таких явно видных... И это хорошо... Правильно опта показывает, там у них ПТшка стоит, скорее всего, две неприятные ПТшки... Вот на этой... На этом танке именно вот такой должен быть геймплей... Вот такой спокойный, непринужденный... Если вы кого-то увидели и поехали за кем-то, все, считайте вам хана... Вот как я сейчас... Считайте вам хана... Нужно полностью контролировать весь процесс... Полностью... Если вы его контролировать не будете, то вам хана... К сожалению, у меня нет... Лампы... Я не знаю, когда меня... Кто видит, кто не видит... Если бы ПТшка подсветила... Дело в том, что ПТшка, она поменьше, чем я... Вот эта 65-ка... Она... Она поменьше меня, понимаете... Вот... И... То, что эта ПТшка поменьше меня, дает ей именно возможность... Шанс ей именно просветить... С другой стороны... Скорость у нас практически одинаковая с ним... Так, ну смотрим... Он вышел уже... На... Рубеж... Там осталось немножечко совсем добить... Что, друзья, и сделали... Значит, по свету здесь тоже... Мог бы быть мой... Ну, по нагибу, ребят... Это практически самый большой мой нагиб... Который у меня был вообще, в принципе, за... Игру... То есть, если мы... Не стараемся... Кому-то что-то рассказать, доказать... А тупо стоим до конца... То мы можем играть вот в таком плане... И набивать примерно такое количество боёв... Урона, прошу прощения... Ну, вот примерно так... 3 300... Ну... Слишком спокойно для меня... Слишком спокойно... Я привык... Идти куда-то вперёд... Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь получилось... На выходе... Сколько мы заработали... И набив 3000 урона... Ну, вот всего лишь третья степень... Всего лишь... Боец... Вот, кому-то там пару костей поломал... Ну, и по максимуму... Даже... Даже... Видите как... Не очень далеко от остальных и ушёл вперёд... Ну, собственно говоря... Всё-таки неплохо... Итого 49... Мне показалось, что здесь... Да, 49... Потому что я всё-таки не высовывался... То есть, ребят... Принцип именно ниндзи такого... Но ниндзя, он же может отбиваться... А этот отбиваться не может... 3300... Это немного... Вот... Но при этом... Деньги потрачены... И... Я просто хочу сказать... Обратиться к разработчикам... И попросить разработчикам... Всё-таки, чтобы они... Сделали работу с этой башкой... Потому что в противном случае... Вот... Смотрите... Сейчас... Делаем ещё один бой... Чтобы посмотреть... Какова будет ситуация у нас... Если мы будем... Не в топе... Вот... Хотя... Всё-таки... Смотрите... Мы не в топе... Давайте посмотрим... Как... У нас сейчас будет реализовываться... Поприятие... Поехали... Если вы ещё не поставили лайк... На этом видео... Ну... Друзья... У вас нет сердца... Ребят... Ребят... Нужно проявлять... Именно... Разные чувства... Да... Хм... Вот... И одно из них нужно... Ну и куда ты едешь? Вот куда ты едешь? Ты что... Не знаешь куда надо ехать? Самое главное... Что он поедет туда же куда и я... Просто он... Тупенький... Он не понимает... Что нужно немножечко по-другому... Никому не мешать... Ехать нужно... Если тебе нужно налево... Поворачивай налево... Чё ты как дебил... Прямо едешь... Ладно... Едем прямо дальше... Немножко подвисает... У меня скоро будет другая... Другое оборудование... И я надеюсь... Что всё-таки видосы будут выходить... Более... С качественным контентом... Ух ты... Как его юизит... Прикольно... Ха-ха... Так... Ну что... Мы первые кто забрался... Всё-таки... Хочешь не хочешь... На эту точку... И сейчас мы уже можем... Вести обстрел... Это... Плюс... Опять же... Давайте попробуем сконцентрироваться... На этой игре сейчас... И попробуем... Посмотрим... Что может случиться... Если мы сейчас начнём... Концентрироваться... Ну что... Арта начала работать... Молодец Арта... Их Арта... В смысле... Лев... Тут 44-ка сразу... Молодцы... Они синхронно это делают... А это чучело... КВ-4 за мной встал... И если он будет светиться... Соответственно... Будут бить по нему... А попадут по мне... Это совершенно негативный... Способ... Вылазить... То есть... Никогда не вылазить... За другим человеком... Тем более... Если у вас есть... Броня... А у... Танка... Другого... Брони нет... Вот у меня брони нет... А у него броня есть... Но у него... Мозгов то тоже нет... Кстати... Что интересно... Что нравится мне ещё в этом танке... В... Прожета 46... То что у него... Задний ход... 20 км в час... Это очень кайфово... Ой... А можно было бы и попасть... Вообще-то... И забрать можно было бы... С тремя-то ударами... Снарядами... Не пробили... Где-то здесь у него... Он пошёл... Пошёл взад... Да? Не пробили... Не пробили... Кстати... Если сюда сейчас... Лупанёт арта... А она прямо сейчас... И лупанёт... Это будет... Категорически... Неприятно... Некрасиво... Нехорошо... Смотрите... Как-то стоит... Красавчик... Порядок... Порядок... Пробили... Давайте... Давайте... Не появляйтесь пока... Противники... Давайте... Мы наберём... Наш барабан целичком... И... Реализуем... Такт... Вальцевый... Чтобы это было... Действительно... Достойно... Ну что... Где ты там... Ещё всё-таки... Углы УВН... Конечно... Помогают... Помогают... Реально помогают... И это приятно... Что... УВН... Хотя бы УВН... Есть у этого танка... Это действительно... Полезно... Вот... Вопрос... Ну что... Лупить туда... Ну вот... Хотя... Мне-то нечего... Конечно... А им может быть... И есть чего... Просто... Чтобы лупить... Чтобы дополнительно... Светиться... Ну что... Арта уже пошла... Твою мать... Прожета была... Вот... М*** на 40... Но это им на КВ-4... Блин... Ну что... 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 ... то вы... Не сходите... Что... Вот... М*** на 40... зараза как ты меня бесишь этот прожета блин молодец молодец там хрен по нему попадешь ехайте вперед ребят вот из 3 просто как можно быть таким непонятным чуваком он вызывает на себя арту и стоит настолько рядом понимаете но бред попал нечаянно ну из 3 вообще идет конечно ребят вот когда играете с такими идиотами надо конечно поаккуратнее они как правило занимают любят именно занимать такие места именно чтобы поиграть в тир приходят они на тяжелых танках и вот занимаются такой хренью и вот как правило когда вы видите вот таких идиотов вы должны понимать что сейчас начнет арта работать над ними и сейчас будет вот если бы я там стоял меня бы уже мочили бы в полной в полной мере сейчас сняли немножечко было бы гораздо больше и вот в этом случае конечно вместо того чтобы идти этим идиотом вперед они же должны идти вперед это же тяжелые танки они стоят на жопе и будут стоять на этом углу до тех пор пока им не дадут вообще совсем не порвут или когда кто-то вперед не пойдет у них же мозгов там нет откуда у них мозги и сейчас арта потихонечку будет убивать но скорее мне конечно лучше вот так вот один раз стрельнуть и все не дают фармить во всяком случае уже мне поехали ну я не знаю хоть как-то надо им сказать чтобы эти чукчи поехали но остается стоять и ждать просто чтобы не зацепила уже меня еще пару раз тыкну может быть все таки кто-то увидит что нужно пойти сюда ну что этот отыгрался т-32 отец сейчас к в4 отыграется ему осталось всего о не может быть не может быть но ребят но не может быть такого правда и очень неожиданно что к в4 попел попер вперед так а что он у них с прожитой есть странно что у него ноль количества боев так ну давайте попробуем сейчас арта попробует поработать уже и надо мной свете свете блин нормально я еще и получил слышите от этого дебила ха 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 слабак вообще просто неадекватный какой-то баран по-другому не сказать что это от быдло так что я должен был все-таки взять ее замочить и дать им спокойно проехать вами все-таки давайте будем заканчивать уже сегодняшний так вы 4 найдем 1700 молодец и мы с на него давайте пожалуемся некорректное общение в чате ну просто отключил но скорее всего что он что-то писал и не спортивное поведение вот у нас будет вот так друзья кому было полезно это видео пожалуйста пишите в комментариях что было полезно что было не полезно если все-таки полезно друзья тогда подписывайтесь на канал палец вверх ставьте и на колокольчик подписывайтесь обязательно потому что будут новые видео в которых можно будет посмотреть что же и как же можно играть на этом великолепном конченом танке танк говно и танк бумага на этом друзья мы заканчиваем сегодняшний бой и ждем вас в следующем спасибо пока